Он покупает Google, он покупает Apple. Две трети времени рынки растут. Оставаться спокойным в условиях, когда сильно снижается стоимость портфеля, достаточно сложно. Максим, приветствую. В этом видео хочу поговорить о том, на чем строится моя прибыль, когда я покупаю акцию. То есть, как акция увеличивает мой инвестиционный капитал. Есть что по этому поводу рассказать? Конечно, есть. И это один из самых главных вопросов, потому что сейчас очень много людей приходит на рынок акций. Изначальный интерес к фондовому рынку был обусловлен низкими процентными ставками. Люди, соответственно, закрывали депозиты, открывали индивидуальные инвестиционные счета, выбирали облигации, инструменты с фиксированным доходом. Там, в принципе, все понятно. Но сейчас доходность облигации очень низкая, а доходность акций очень сильно выросла. Из-за того, что у людей не совсем есть четкое понимание, за счет чего образуется прибыль, то есть за счет чего приросает капитал в акциях, в принципе. Происходит определенная путаница, происходит нарушение параметров риска, баланса портфеля. И здесь все больше и больше рисков начинает концентрироваться именно в этом направлении, когда человек не понимает, за счет чего формируется доход. Если говорить о том, что если вы покупаете корову, то за счет чего у вас происходит прибыль? За то, что корова каждый день дает молоко, которое перерабатывается, создает валью прибавочную стоимость, которую вы обмениваете на деньги, продавая молоко производителю или производителю молочной продукции. Это каждый день по чуть-чуть, но тем не менее вы это молоко можете использовать деньги от продажи этого молока для того, чтобы покупать еще новых коров. Помимо всего прочего, коровы могут еще оттелиться, и у вас само стадо будет увеличиваться. Второй тип, когда вы покупаете бычка условно весом 20 кг, откармливаете его в течение лета до 200 кг и продаете по 200 кг. В акциях то же самое. Первый случай, это называется денежный поток, дивидендная история. То есть это дивидендные аристократы, вот есть история, дивидендные короли, про которые говорят. То есть мы не ждем от коровы, что она прибавит в весе в два раза. Но при этом мы знаем, что она как минимум может дать нам еще одну корову в течение трех лет. Плюс она каждый день будет давать молоко, которое будет обеспечивать наш денежный поток. Это вот дивидендный аристократ, это компания стоимость. Кока-кола, я не знаю, AT&T. Ну, это первая история. Вторая история, это компания роста, когда вот там за вес 20 кг, чтобы продать 200 кг. И живой вес, вот эта вот разница в 10 раз по весу, соответственно, люди зарабатывают на этом непосредственно. Поэтому прибыль в акциях может формироваться двумя способами. Первое, это денежный поток, который генерирует компания. У тебя растет капитализация со временем. Это деньги от молока, которые реинвестируются. Второе, это история, связанная, которая сейчас набирает очень большую популярность, связанную с тем, что купить какой-нибудь IPO. То есть есть вот история, она только-только выходит на рынок. У нее там мой очень амбициозный план. И вот бизнес-план, мы через 5 лет будем строить в 10 раз больше, в 100 раз больше. И на этом, соответственно, происходит рост прибыль. Когда мы говорим о том, за счет чего формируется прибыль, и говорим о ситуации последних 10-15 лет, мы уже тоже об этом общались, то в условиях дешевых денег очень высоко желание купить компанию стоимости. То есть купить бычка за 20. Потому что психология предполагает, что ты в короткий промежуток времени, относительно короткий промежуток времени, можешь получить большую ценность. То есть с 20 килограммов 200 килограмм живого веса и с этого заработать. С коровой очень много беготни, ее нужно доить за ней, ну то есть как бы из-за этого нужно указывать. Ну то есть ожидать от того, что у тебя будет резкий скачок, очень сложно. Но, с другой стороны, вот Баффет, да, сторонник стоимостного инвестирования, он предпочитает покупать корову. Почему такое происходит? Потому что когда ты выращиваешь стадо на убой, у тебя есть инвестиционный цикл, обычно там 2-3 года, после которого, извиняюсь, если чьи-то чувства оскорблют, происходит забой стада, валовая выручка, ты часть опять направляешь на покупку маленьких бычков, да, чтобы через 2-3 года снова. И получается, что твоя бизнес-модель, она предполагает, что ты должен постоянно по кругу вот этому ходить. А может быть мор, может быть такая ситуация, что спроса на мясо не будет, потому что у населения нет денег, чтобы это покупать. У тебя риски очень высокие. И со временем, если про это говорить, то человек моложе не становится, а количество труда, которое нужно в это вкладывать и контролировать, оно постоянно. И получается, у тебя, в принципе, как у инвесторов, увеличиваются риски. Когда же у тебя есть стадо коров, которые постоянно увеличиваются, не так быстро, но постоянно и линейно, то в конечном счете, получается, чем старше ты становишься, тем больше становится у тебя стадо, тем больше денежный поток ты можешь получить, и, соответственно, у тебя в этом случае рисков меньше. Это к вопросу опять ставим основы инвестирования, да, то есть, который бывает разрыв. Есть один из блогеров финансовых, который рассказывает о том, что, как сформировать инвестиционный портфель, из каких акций, соответственно, его стоит сформировать, и он делает такое допущение, да, то есть, он покупает Google, он покупает Apple, он покупает, там, Netflix, да, и еще ряд других компаний, и дисконтирует, то есть, как это звучит, дисконтирование. Он говорит, что если в следующие 10 лет эти компании будут расти такими же темпами, как они росли в предыдущие 10 лет, то каждый вложенный миллион рублей условно превратится в 10 миллионов рублей. То есть, он дисконтирует прошлую доходность вперед. При этом, если просто взять и продисконтировать, то увеличится в 10 раз. Я, как финансист, ну, человек с таймосновой инвестирования, да, начинаю пытаться разобраться, что это значит. Это значит, что человек рассчитывает, что через следующие 10 лет акция Apple, ну, то есть, капитализация всего Apple, с, там, полутора-двух триллионов долларов составит 15-20 триллионов долларов. При этом вся экономика США, все ВВП США сейчас составляет, там, 18 триллионов долларов. То есть, человек дисконтирует прошлые доходы в будущем, да, основываясь на вот это. Еще раз, это человек, который обучает инвестированию, который рассказывает, как формировать инвестиционные портфели. То есть, ну, вроде выдает и показывает себя профессионалом этого области. Если он даже себя таким образом ведет, то что говорить о простом человеке, простом инвесторе, американском, который купил Apple, да, и она ему последние 10 лет показывала сверхвысокую доходность. И поэтому, когда мы говорим про опасность, которая сконцентрирована в технологическом секторе, помимо того, что у них прибыли будут меньше, у них вот эта вот необъективность, раздутая стоимость, сколько она составляет, она, в том числе, вызвана байбэками. Деньги на байбэки, помимо прочего, того, что до 17-го года, это было исключительно за счет того, что были дешевые кредиты, а после 17-го года, когда победил господин Трамп, он ввел налоговые льготы для компаний. И, соответственно, логика у Трампа была такая. Мы вводим налоговые льготы, компания меньше платит налоги в государственный бюджет, но при этом создают рабочие места на производстве, производят в Америке, создают прибавочность, то есть в Америке зарабатывают больше и больше заплатят налогов в будущем. Ну, то есть, логика очень простая такая предпринимательская. То есть, компания, на что это сказали, наверное, мы так и сделаем. В конечном счете, они просто все эти полученные налоговые преференции в размере 700-800 миллиардов долларов в год, они направили на байбэки. Не открыли новых заводов, не создали новых рабочих мест, просто направили на байбэки, да, то есть, чтобы их стоимость была еще выше. При этом Джо Байден в настоящее время заявляет о том, что, ребят, ну, долг правительства очень большой, мы поддерживаем население, поэтому все-таки мы будем, наверное, отменять налоги, вернее, налоговые льготы, которые были введены Трампом. И это опять удар по тем же самым байбэкам, да, то есть, это получается, что сами компании, которые делали эти байбэки, которые вот эту вот избыточную ликвидность, которую получили в форме налоговых вычетов, вложили в собственные акции, они вынуждены будут эти акции продавать, потому что у них сейчас перед ним придется больше платить налогов. И помимо ребалансировки, которую мы сейчас наблюдаем, переход из компании роста в компании стоимости, мы еще можем увидеть дополнительное давление со стороны компании, потому что они вынуждены будут продавать, потому что им просто элементарно увеличат налоги. В этом здесь концентрируются очень большие риски в технологическом секторе, при этом есть хорошие истории, которые можно покупать, но это вот то, что я считаю важным донести в настоящий момент людям, которые не совсем оценивают адекватность инвестиций и какие доводы, аргументы не говорят, то есть вот Apple, Tesla, SpaceX, forever, да, то есть без понимания вот таких элементарных вещей, на чем просуществлялся рост. Вообще рынок, при всех опять-таки страхах, да, это опять не то, что не нужно инвестировать, это вопрос, и в принципе я хочу быть, чтобы люди на канале понимали, что я не пугаю, это не Армагеддон, это понимание реальной картины вещей, откуда может прилететь риск, откуда можно его ждать, что нужно иметь план B как минимум и понимать, что если вы там находитесь, вам может быть больно. Второй момент, что это появляется возможность. Суть заключается в том, что если пирамида обычно растет медленно, ну то есть набор вот этой вот критической массы, да, то есть некая такая ракета взлетающая, то обвал происходит резкий. Вообще проводили статистику, две трети времени рынки растут, потому что рост осуществляется медленно и постепенно, а падение происходит быстро и резко. Уникальная ситуация как раз-таки и заключается в том, что мы можем падение увидеть в любой промежуток времени, но это не значит, что его нужно бояться, это не значит, что нужно 100% находиться в кэше, чтобы дождаться этого падения, это просто к тому, что нужно иметь взвешенный, диверсифицированный инвестиционный портфель, спать спокойно, понимать, что коррекции не избежит никто, что вы с убытками вынуждены будете мириться. Просто самое главное в этот период не накосячить, то есть самое главное в этот период не наделать эмоциональных ошибок. То есть моя практика показывает, что люди теряют деньги не из-за того, что цена актива упала там со 100 долларов до 15 долларов. Люди теряют деньги только по двум основным причинам. Первая причина – это использование заемного капитала и торговля не на свои. Вторая причина – это лимбическая система, психоэмоциональная, страх или жадность. И поэтому здесь вопрос заключается в том, что очень важно быть в продвигающем окружении и очень важно в этот период находиться в состоянии, когда рядом есть человек, который просто тебя встряхнет или, не знаю, надает по щекам, да, то есть когда у тебя начинает вот это вот бушевать все, да, то есть мам, там, шеф, клиенты уезжают, гипс снимают, да, то есть паника. То есть здесь важно, чтобы вот этот вот человек пришел и дал просто пощечину, да, привел в чувство, сказал, все нормально, все сделаем, да. Если ты не в плечах, если ты не в компаниях роста, да, которые могут там на 90% обрушиться, если у тебя есть облигации, если у тебя есть кэш, да, если у тебя взвешенный инвестиционный портфель, согласно твоего риск-профиля, согласно твоих финансовых целей, согласно сбалансированности, да, которая подходит исключительно тебе, то ты сам себя чувствуешь в этот период очень комфортно. И в этом плане, то есть закрытый клуб инвесторов, Max Capital, он как раз-таки и создан именно в первую очередь для этого, потому что я знаю, что мы выполнили очень большую работу в марте 2020 года, когда рынки начали падать, и люди просто распродавали активы там с дисконтом в 30-40%, потому что им элементарно было страшно, они не знали, что делать. В этот период мы очень часто выходили на связь с клиентами, да, объясняя, то есть что в принципе страшного ничего не происходит, и смотрите, вот 23-го числа Федеральный резерв начал печатать деньги, начал выдавать, предоставлять ликвидность, поэтому пока сильно не упадем. Со своей стороны могу сказать, друзья, если вы являетесь инвестором, если сейчас в настоящий момент доля акций в вашем портфеле составляет более 70%, то есть риск, связанный с тем, что вам могут прилететь очень большие неприятности. Оставаться спокойным в условиях, когда сильно снижается стоимость портфеля, достаточно сложно. И для того, чтобы быть спокойным, уверенным в стабильности своего инвестиционного портфеля, в том, что вы свои деньги в долгосрочном периоде не потеряете, я предлагаю по ссылке ниже вступить в закрытый клуб инвесторов, узнать подробности, на каких условиях вы можете туда вступить, что вы можете получить, и самое главное, чтобы в это нестабильное время вы обладали спокойствием, уверенностью в завтрашнем дне, с балансированным, диверсифицированным портфелем, который долгосрочно будет работать на прирост вашего капитала и богатства семьи. Ссылка в описании, вступайте в клуб, рады будем видеть. Очень много людей принимают инвестиционные решения на основе эмоций, то есть есть такая одна из ошибок, один из кругов вклада, который я называю влюбленность в компанию. Обусловливается она тем, что в определенный момент времени в портфелях каждого человека появляется компания, которая там приносит очень хороший профиль. Причем хорошую прибыль, а это может быть как рост, так и падение, да, но то есть она продолжительное время постоянно плюсует, плюс, 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 плюс. И вот человек все вкладывает и вкладывает, она растет и растет, да, и происходит влюбленность. В определенный момент времени, когда смотришь на портфель такого человека, у него весь инвестиционный портфель состоит из одной-двух таких компаний, которые выросли. И здесь хочется привести некий такой пример, что на рынке вот очень известная поговорка, есть животные, быки и медведи, при этом быки играют на повышение, медведи на понижение. Если интересно, откуда это взялось, да, то бык, когда атакует, он, соответственно, атакует снизу вверх, поднимает на рога, удар наносит. Это поэтому люди, которые играют на повышение, покупают акцию дешево, продают ее дорого. Медведь, когда атакует, он, соответственно, ломает, да, то есть у него удары наносятся сверху вниз, и в этом случае медведи играют на понижение. Они продают, когда акции стоят дорого, чтобы потом, когда они будут дешево, их непосредственно откупить. Но есть еще вторая градация людей, вторая градация инвесторов, это свиньи и бараны. Свиньи – это люди, которые купили, условно, акцию ту же самую Apple там за, ну там, в 10 раз дешевле, получили за 10 лет доходность в 10 раз больше. И доходность в 10 раз больше – это получается, в принципе, ты переграл среднюю доходность рынка, да, там, ну, в разы. И происходит влюбленность в компанию, и ты с ней не расстаешься. То есть ты думаешь, что это будет всегда продолжаться. Но при этом деревья не растут до небес, то есть все равно когда-то в определенный момент происходит коррекция. И поэтому, во-первых, всегда нужно забирать как минимум 10% прибыли, ежегодно которую заработал, в реальные физические активы. Машина, квартира, я не знаю, там, путешествия, да, то есть тратить непосредственно на себя. Второй момент – нужно просто элементарно фиксировать прибыль, перекладываться в консервативные инструменты. И вот свинья, как я говорю, ну, то есть это не оскорбление, то есть это характеристика элементов жадности. Это человек, который купил биткоин по 3 тысячи, видит, что цена 60 тысяч долларов, и он говорит, классно, круто, будет 100. У него уже есть прибыль, и он эту прибыль элементарно не забирает, да, то есть он как бы жадничает и считает, что будет еще больше. Вторая категория людей – это бараны, да, то есть это люди, которые не понимают, что происходит. Они просто общаются с этим человеком свиньей в бане, и он говорит, я купил биткоин по 3 тысячи, а сегодня, вот смотри, стоит 60 тысяч. О, круто. И не то, что стоит 60 тысяч, а будет миллион стоить. И, соответственно, человек-баран, опять-таки в кавычках, не понимая, что происходит, он начинает покупать биткоин за 60 в надежде, что он будет стоить миллион. И все это находится в плоскости эмоций, в плоскости лимбической системы, когда алчность, жадность приводят к тому, что мы идем на какие-то действия, на какие-то поступки. И самое главное во всей этой истории, всегда там, где идет концентрация свиней и баранов, разумный инвестор воздерживается от этих операций. То есть, как правило, это хайп, да, то есть когда люди покупали биткоины по 20 тысяч, и потом он упал до 3, посмотрите, да, то есть это концентрация свиней и баранов. Свиньи, соответственно, считали, что будет 50, бараны не понимали, что происходит, покупали по 20, в итоге попали и те, и другие, да, одни, потому что они в итоге ушли в минус, а бараны еще больше ушли. Поэтому вот концентрация физических лиц, которые наблюдаются в настоящий момент, в первую очередь на американском рынке, можно однозначно констатировать, что в технологическом секторе идет хайп. Концентрация свиней и баранов здесь колоссальная, и не просто колоссальная, да, они не просто покупают и продают. Ну, то есть кто-то не продает дорого, да, а кто-то пытается купить очень дорого. А денег при этом особо-то ни у кого и нету, они еще и для всего для этого используют заемный капитал. То есть абсолютное большинство людей сейчас в этом хайпе толпятся и оперируют не просто собственным капиталом, они на каждый собственный доллар используют 3,5 доллара заемного капитала. Это очень опасно, да, и это, ну, похмелье будет очень и очень тяжело. Максим, а давайте соберем все эти ошибки в отдельное видео и запишем, если вы не против, конечно. Я абсолютно не против, подписывайтесь на канал, мы запишем данное видео, щелкайте на колокольчик под видео, чтобы сразу же получить уведомление о выпуске. Конечно, друзья, вы можете задавать свои вопросы в комментариях по данным видео, мы постараемся на них ответить. С вами был Максим Петров, до свидания и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!